привет всем сегодня 27 июля 2022 года продолжает у меня цветение не дон начали флоксы и лапчатки роза выбирает силу второе цветение меч андас бьюти шлосойтин далее мархензалбер гортензия готовится гортензия sky fall ну и конечно сейчас время цветения хост отцветает спире и копии я уже обрезала это подойду чуть позже хосты сейчас во всем своем великолепии и говорила меня их очень много таким массивом они высажены по краю подпорной стенки далее гортензии древовидные вот такой портер из хост цветущих это хвоста подорожникова по моему и очень много я раньше делила и раздавала выкапывала саживала на заднем плане готовится цвести анимона японская очень сильно разрастается и подойдем к не попозже вероника астромы роза плетистая доменда курсон очень продолжительно цветет я даже подвязала к опоре выдает все новые и новые плети с бутонами спире здесь постригла чтобы ходить было удобно между роз здесь у меня heavenly pink на заднем плане букет парфе и прекрасная дженни разгар который буду придумывать новый опор достойно такая картинка сейчас по максимуму брала декоративную сныть оставила немножко кусочки но я уверена что она даже в таком количестве разрастется активно снова готовники еще не обрезала это обычный большой готовник фасона волкер слоу или или six hills gained по моему да six hills gained а вот этот точно знаю волкер слоу рядом вот такой большой надо бы уже обрезать тут кипит работа как-то не хочется их тревожить рядом с уриды хавр цветет вот такими букетами очень стойкая роза вот так она цветает еще раз повторюсь 299 рублей от фирмы поиск леруа мерлин доцветает пока не срезаю firebird очень долго держит цветок срезочная роза каталина вот так и цветает слегка розовеет серединка ну а цветением кларентины я конечно наслаждаюсь но не в полную меру конечно буду ее тоже как-то крепить на опору пока договорилась о ее создании если получу то расскажу и покажу конечно монарда сейчас время цветения монард вот такая красная повторно цветет после обрезки тысячелистник red beauty такой опять же он у меня нещадно поеден не поеден а подрыт кротами сейчас покажу шалфей швеленбург вот так он у меня выглядит сажать его конечно лучше на солнце он тут у меня немного притянен цвет очень красивый такой пурпурный сиреневый винный но куст да требует подвязки что собственно я с ним и сделала иначе очень сильно разваливается ну он такой красивый что и в общем не сложно его подвязать а сейчас его уже надо бы обрезать очень красивый вместе с душицей орегано они тут у меня растут кстати говоря флорентина тоже немножко ламерит но я уже два раза обработала привикором эндже жасмину я практически все обрезала вот остались несколько кисточек цветущих и остильбы уже тоже некоторые можно срезать для сухих букетов компанию к котовникам если кому-то нужно небольшое растение сантиметров до 30 но тоже очень с миленькими цветочками которые дают такое нежное сиреневое облако вокруг роз это душевник котовниковый душевник да по-моему так очень симпатичное растение пахнет тоже мятый котовником все вместе роза пьяна все еще цветут тут у меня два куста и очень меня поразило принцессы шарленда монако ставлю фотографию какой она была буквально два дня назад но цветы держит очень долго хотя бы и дождь и жарко у нас сейчас потрясающая роза такой не бутон это саженец из питомника меховских но вот к сожалению у меня на одной ноге посадка прошлой осени октябрь но лазальных я пока не дождалась может быть когда я срежу эти цветы что-то еще и будет лавандр лавандр пиноккио цветет и до цветает шахерезада потрясающий дисней драмс просто потрясающая роза саженец и саженец из нью-джерси тоже посадка прошлой осени но аромат вроде бы есть легкий джан как то начинает наращивать массу куста это был совсем какой-то хиленький недавно посаженный испугель уже обрезан или цветает и аое вот сколько новых побегов с новыми бутончиками прекрасная форибунда гром грохочет сейчас сейчас что-то будет это вероника по-моему называется first kiss такая милая акрополис мой старый акрополис все-таки не жилец по-моему вот новый вот так еще не успела цвести и вот новые побеги уже растут немного про сорта кого хлебок которые у меня растут самом деле всего по-моему два или три это сорт chocolate tips тип шоколадные кончики можно так перевести небольшой невысокий кустик средний где-то до метра но если сажать вместе с розами конечно удобрение они получают отрос когда я опрыскиваю и они больше заявленных размеров растают я уже рассказывала что курс я связываю ниточкой ниточкой веревочкой подвязываю палочки и нижние отделяющиеся вот такие веточки я тоже все срезаю чтобы удобнее было подходить к розам очень красивое растение также подходит для сухих букетов второй экземпляр вернее первый экземпляр этой же кровохлебки вот здесь у меня сидит я делила этот куст рассаживала и прекрасно они переносят деление куста можно весной можно осенью они тоже чоколад тип и хинацея продолжает радовать своим цветением вот саженец из от меховских папор лодж ну вот посадка тоже прошла осенью я не понимаю что с ним происходит вроде бы как-то растет но не очень активно из роз сейчас радует антик все еще продолжает цвести антик 89 лоран каброль и на заднем плане первая из фокеля здесь у розы 100 идей сада цветет скобиоза очень красивые травянистые травянистые растения многолетние так отцветает она цветая появляется все новые и новые бутоны такие на звездочку похожи на солнышко вот у меня в данном случае это белая скобиоза очень долго держит цветок неделю может быть две полторы вот так а вот это вероника аструм посадка прошлого года и уже вот так хорошо на рос куст вероника аструм я сейчас скажу как он называется так фасцинейшн вероника аструм фасцинейшн ну он где-то метр метр наверное пятьдесят это второй второй сорт кровохлёбки я так думаю что это кровохлёбка тупая но есть еще сорт кровохлёбки которая называется кровохлёбка тана элефант слон и она очень высокая и я вот не пойму то ли это тана элефант то ли просто кровохлёбка тупая потому что элефант вырастает до 160 сантиметров тут собственно столько и есть а кровохлёбка тупая до 100 сантиметров вот этот вот какой-то 160 вот вероника аструм наверное 160 а это 190 да выше меня очень очень высокий куст ну плюс еще удобрение отрост ну вот будет еще цвести здесь доцветает одной кисточкой наутика сейчас как польет и доцветает одной веточкой леди шалот прекрасен сейчас прикс пиджи редут прикс пиджи редуте на французский манер очень стойко розочка очень стойко в букетах именно в срезке у меня дней пять наверное постоял букетик не осыпается можно вполне успеть полюбоваться августа луиза все еще цветет ну конечно лилии но я их не сажала они как-то вот здесь оказались кстати говоря у лилий я срезаю тычинки потому что они пачкают одежду и руки прохожу мимо все равно секатор мы срезаем эти тычинки оранжевые ну вот лилия навалис доцветает ландлуст вместе с вальстаффом маленькая хосточка цветет здесь к сожалению название не знаю так гром мне не дает сконцентрироваться в общем подпишу название что-то прям выскочила из головы вот ландлуст какой букетище прямо срезай и дари здесь цветет рапсодия инблю но постоянно она вот так себя ведет вне зависимости от обработок от болезней никто все нормальные рапсодия инблю голый по пояс или желтыми листьями он либо их только что сбросил либо они опять пожелтели но я это все обрезаю специально оставила показать по-моему очень многие с этой проблемой сталкивались тут еще какие-то признаки ломер но вот вот такой рапсодия инблю при этом очень очень красив особенно с наутикой там на заднем плане грейс во всей своей красе во всей своей красе и спрейчка маленькая лидия цветает ну кстати покупала я ее как мини пьер гранцар оказалось спрей лидия как сейчас помню в совхозе ульяновский лидия ма гамильтон все еще цветет и спешу показать как начинает расцветать джетсет посадка посадила я ее 17 июня 22 года из розы саженец и замечательный Фредерик Мистраль вставлю видео как он цвел буквально два дня назад вот так и цветает вот тут сегодня срезала бутон и вот какие побеги он уже выгнал потрясающе красивая роза Фредерик Мистраль чайник гибридная вкус наверное метр двадцать посадка по моему двадцатого года из гаршинки саженец и в текущей му бутон чайник киснет А скот все еще цветет и уже гонит новые побеги на заднем плане Ханс Геннивейн. Там веточка доцветает у второго Ханса. Отцветает Крокус Роуз, на нее уже залез клематис тайга. Шалфей Карадонна очень стройно себя держит и вот во что превращается шалфей белый. Конечно его надо было бы уже обрезать, после затяжных дождей кустик развалился. И вот так выглядит шалфей белый шнефигель. Там уже весь пчелок. Потихонечку распускается рядом с Амайшей Барбарой Ромашка. Или невяник наибольший Фиона Кохилл. И все еще продолжает, очень долго держит свои цветы Сильвер Клауд. И снова шалфей Дубрава Карадона. Каждый день прохожу мимо роза брат Котфайль англичанки и не перестаю удивляться, как она много и мощно закладывает бутонов. Как она красиво цветет. Если выбирать между Спиритов Фридом и братом Котфайлем, то конечно надо выбирать брата. Так, сейчас я постараюсь быстро доснять ролик, но брата вам показать. У кого его нет и кто любитель английских роз, присмотритесь. Высота наверное метр двадцать, ширина куста ну сантиметров шестьдесят. Очень-очень много побегов, я насчитала штук девять или десять розы прошлого года посадки. Вот такие красивые цветы. Шалфей Дубрава Карадона и Ванесса Белл. Цветет Кенская Александра, Птицынка Джорджия. Это Клэр Матен плетистая розочка. Она подхватывает черно-пятнистость. О ней это известно. Поэтому я не удивляюсь, что внизу у нее тоже появились листики с пятнышками. И гислендой филигонт, который я хочу отсюда отсадить. Вместо нее, возможно, посажу клематис, потому что думрозом тесно. Пока внизу цветет розенхольм. И жду цветения вот на этих новых длинных гибких побегах. Джеймс с головой почти отсвел, но перерыв будет небольшой, потому что вот еще сколько бутончиков. Эустейся или Эустейся Вай. Посадка этого года. Саженец из Росрозы. 20 июня я посадила. Первые цветы уже были обрезаны. Она процвела первый раз. Я ее обрезала. Вот столько, очень много бутонов. Это шалфей Аметист. Я его из своей рассадной грядки сюда посадила. Надо его уже тоже обрезать. Так, а это лаванда. Сорт я забыла. Так, Манстед Вуд. Цветет. И закладывает много новых бутонов. Мэри Роуз. И здесь ангела с балериной. И гортензии. И гортензия, по-моему, пинки-винки. Если ничего не путаю. Здесь еще одна кровохлебка. По-моему, все-таки это элефант. Смотрите, какое немо тревожное. Здесь у меня на рассадной грядке все, что я когда-либо делила. И хосты, и кровохлебки, и панстенимоны. Все буду рассаживать. И Вероника First Kiss. Ну, ураганище. Ханза штат Росток. Доцветает и продолжает цветение. Очень красив, очень стоек. Что нам показывает этот сильный ветер. Толбек доцветает двумя побегами. Пока не полило, но сейчас польет. Я подойду к цветущему клематису. Вот этот светлый Чарльз Дарвин. Ой, нет. Принц Чарльз. Принц Чарльз. А вот это мазурик. Вот такая у нас здесь стена с соседкой. Что такое? Ты чего там? Какая ты красивая. Приходи, покормлю. Кортензия. Вспомнила, как называется. Гипсофила. Кост, конечно, очень развалюшистый. Вот такой. Вот такой. Я его подвязала веревочкой к палочке. Но дымку дает очень красивую. Гипсофила многолетняя. И покажу второй кустик. Замечательное растение. У нас, мне кажется, агрессором она быть не может. лечил тенджо. Уже были селебрейшн. Уже были селебрейшн. Помимо ежедневной обрезки роз, я сегодня развлекалась тем, что достала наконец фонтанчик. и установила его в сад. На самом деле, это очень легкое сооружение. Небольшой аппарат, купленный там же на Алиэкспресс. И питающийся от солнечной батареи. Пока солнце есть, он работает. Очень даже мило шурчит. Есть фонтанчики подороже. С аккумулятором накапливают солнечную энергию. И как и фонарики светят по вечерам, накопив энергию, так и фонтанчики работают даже без солнца какое-то время. Рядом орегано или душица, которая вся жужжит от пчел. Вот такой фонтанчик у меня тут теперь развлекает. Вода, правда, быстро испаряется. Приходится подливать и еще приходится на всякий случай добавлять что-нибудь. Например, белизну, чтобы вода не зацвела. Все очень просто. Это маленький такой приборчик. На присосках крепится. Там внизу установлена, на самом деле, старая сковородка. Заложена камнями. Вполне себе очаровательно журчит. Вот такое веселье. Здесь зацветает леатрис. Белый. И пастинемон. Красный такой. Необычные расцветки. Вот у меня вот такие есть пастинемоны. Они уже практически отцвели. Я их срезала в надежде, что вдруг еще повторно зацветут. Вот такой красный. Очень красивый. Вот так сейчас выглядит сад. В грозу. Ну, хорошо, что я успела сегодня очень много обрезать. Нам не страшен этот гром. На этом прощаюсь с вами. И пока-пока. Минутка полезной информации. Для себя обнаружила вот такой афопласт. Жидкий пластырь с пунктенолом. Вот такой флакончик с пульверизатором. Что и для чего? Жидкий пластырь образует на коже защитную водоточную пленку. Которая защищает провежденный участок кожи. Порезы, царапины, ссадины. Это более чем актуально. Общаясь с розами. Защищает от загрязнения бактерий воды. Благодаря пантенолу обладает противовоспалительным действием. И эффективно воздействует на обработанный участок кожи. Ускоряет естественные процессы восстановления кожного покрова. Удобен для использования в труднодоступных местах. Локти, колени. Быстро сохнет. Действительно так. Через минуту уже можно спокойно дальше работать. Быстро сохнет низковое движение. Позволяет коже дышать. Не заметен на коже. Но все-таки заметен. Немножко на коже. Но очень удобен в использовании. У меня раньше был вот такой. Это привозили нам из Америки. New Skin Liquid Bandage. Тоже такой клей. Типа нашего BF6. В BF6 вообще неудобно пользоваться. У этого хотя бы была кисточка внутри. Но вот он загустел. Тоже очень удобен в использовании. Может быть и в европейских аптеках он есть. И на замену вот такая вот штучка. Рекомендую. Цена. Цену подпишу. А это урожай крыжовника. Тоже мой. Тоже мой. Тоже мой. Рекомендую.